Хором о главном в областном театре оперы и балета давали рождественский концерт. По традиции его организовала Самарская и Сызранская митрополия. Более тысячи приглашенных. Среди почетных гостей глава региона и митрополит Сергий. И уже после праздничного вечера на следующий день в правительстве области губернатор Николай Меркушкин встретился с владыкой. Все подробности в нашем обзоре. Самарский оперный святочную неделю начинает уже с порога. Детский скрипичный ансамбль встречает гостей. Семь дней после Рождества одни из самых радостных к году. Радостью и делятся исполнители большого концерта, в котором православие и патриотизм становятся еще ближе. Гимн Самарской области открывает праздничный вечер, затем сменяют друг друга и пархиальные, регенские, волжскенародные и детские хоры. Хоровые концерты в рождественскую неделю были популярны в России даже в непростые для церкви советские годы. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин. Признался, что было приятно получить поздравления для жителей Самарской области от соседей, которые исповедуют другие религии. Нет ничего важнее сегодня, чем отношения мы строили такие, чтобы мы разные люди, может быть, вера наша разная, что мы друг к другу должны относиться абсолютно толерантно, дружелюбно, жить вместе, жить в согласии, жить в мире. И это самое, может быть, ценное для всего человечества. На языке музыки о традиционных ценностях они понятны без слов для представителей разных конфессий. Это милосердие, совесть, благородство, любовь и семья. Божьей милостью сегодня и идет и положительная тенденция, когда пробуждается вера. Вера – это дар, несет в себя порядок духовности. Это любовь. И уже после праздничного вечера в официальной обстановке встречи губернатора и митрополита обсудили мероприятия, которые пройдут на территории региона в рамках празднования 400-летия Дома Романовых. Также договорились о продолжении реставрации памятников истории культуры, в частности, Иверского женского монастыря. Кроме того, митрополит особо отметил высокую значимость проблем, поднятых губернатором в ежегодном послании. Владыка Сергий подчеркнул, что были обозначены самые наболевшие вопросы, которые больше всего волнуют людей. Татьяна Дрожевкина, Евгений Солей и Алексей Вельмискин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова